Домашняя тапочка Это стародавний сход. Именно Султан обязал своих наложниц пересуватись гаремом мягкой ходой. Тогда-то покерные женщины придумали мягкое и удобное взятие на уровне подошвы. И что в час Султан спостерегал за тем, как легко в домашних капцах пурхают его дружины, и одного раза Крадькома примирял диво взятие. Отчувши неимоверный комфорт, попросил пошить красивые и удобные капцы и себе. Так это взятие начали носить и мужчины, и женщины. До Европы воно потрапило в 16-му столетии. И впродовж колькох столетий капцы, расшитые дорогоценными нитками с помпонами, носили лише заможные люди. Беднякам в те часы это взятие было недоступным. И лишь до начала 19-го столетия комнатные капцы стали поширенную речью, символом комфорта и затяжки каждой родины. Ноги нужно держать теплее, а голову в холоде. Так гласит народная мудрость. Если ваши ноги будут застывать, особенно когда вы дома находитесь, то это может стать причиной серьезных заболеваний. Начинается все с простуды, переохлаждения, а потом у женщин может быть цистит, а у мужчин даже простатит. К данному вопросу нужно подойти серьезно. Неправильно выбранные тапочки могут привести к тому, что могут появляться всевозможные грибки у вас на ногах, между пальцами и так далее. Может развиваться плоскостопие и можно элементарно получить перелом при использовании тапочек, которые вам не подходят. Лучше всего учиться на практике и поэтому сегодня мы детально разберем, какие тапочки существуют и какие будут подходить в том или ином случае каждому из нас. Ну а поскольку у нас сегодня много, как всегда, гостей и вы наверняка все в своей жизни тапочками пользуетесь и умеете выбирать или думаете, что умеете, кто хочет поучаствовать в нашем эксперименте и выбрать тапочки для себя и своих близких. Поднимите, пожалуйста, руки. Отлично. Тарас, тебе и выбирать. Вот, девушка, можно вас пригласить? Пожалуйста, поддержите нашу помощницу. Здравствуйте. Здравствуйте. Она ведь здесь, пожалуйста. Как вас зовут? Екатерина. Екатерина, носите ли вы и члены вашей семьи тапочки? Да, конечно, носим. Ребенок, муж, мама моя. Ага. А ребенок какого возраста у вас? Два года. Два годика. А в садик ходят уже, да? Да. То есть в садике регулярно одеваете тапочки? Постоянно. Так, отлично. Мы предлагаем вам сейчас из всего того разнообразия, которое представлено на наших полках, выбрать те тапочки, которые, на ваш взгляд, подойдут каждому члену вашей семьи. Готовы? Да. Пожалуйста, приступайте. И рассказывайте, Екатерина, какие тапочки для кого вы покупаете? Так, это, я так понимаю, для ребенка, да? Да. Ну, на самом деле, такие тапочки сейчас все любят. Это как, когда мода такая, ходишь, всякие зверушки, слоны, гиппопотамы. По-моему, красиво и тепло, да, Катя? Ставьте сюда на поверхность полки тапочки и следующие. Так, это для кого? Вот это для мамы. Для мамочки. Так, здорово. Ставьте. Она к таким привыкла. Вот такие тапочки для нее. Это для себя, да? Нет, это для мужа. Ну, понятное дело. Ему удобно, такие ноги не потеют. Хорошо. Видишь, Катя, как настоящая мама, жена и дочка, для себя тапочки в последнюю очередь выбирает. Да. Но зато какие! Эти симпатичные мне нравятся. Я понимаю, у вас такое на каблучке и так далее. В принципе, все, что мы видим, вы основываетесь буквально на каких-то внешних факторах. То есть нравится, симпатично, привыкли и так далее, и так далее. Мне кажется, такие тапочки есть в каждом доме. Это очень удобно. Перед тем, как вы присядете вновь к нашим зрителям, я хотел бы попросить вас взять с собой вот эти вот два целлофановых пакета. Возникает странный вопрос, зачем? Вы поймете это немного позже, просто доверьтесь мне. Спасибо вам огромное. Присаживайтесь под ваши аплодисменты. Прошу. Ты знаешь, Тарас, вот когда Катя выбирала тапочки, я чувствовала, что я понимаю по-женски. Мне кажется, мы так идем, смотрим. О, симпатичные. К этим моя мама привыкла, мужу такие подойдут. И такие вот критерии выбора присущие нам абсолютно всем. Правда же? Да. Да, вот и мои гости согласны. На самом деле, сейчас мы с тобой будем разбираться, правильные подходящие ли тапочки выбрала наша героиня. С каких тапочек начнем? Смотри. Во-первых, при выборе тапочек нужно обращать внимание на три основных критерия. Это материал, из которых тапочки произведены. Это подошва. И третий – это форма. Насколько она удобна и насколько она нетравмоопасна. Почему это важно, ты также немного позже поймешь. Сейчас предлагаю начинать вот с маминых тапочек. Давайте сейчас вот на них посмотрим. Как они вам, друзья, нравятся? Да. Вот посмотрите на них. Все вроде бы ничего. Вполне хорошие, уютные тапочки, без задника, чтобы маме было легко снимать и надевать их в практичный цвет. Для того, чтобы с этим вопросом разобраться, Екатерина, простите, пожалуйста, можно попросить вас прямо сейчас вот те два целлофановых пакета, которые я вам выдал, одеть себе на ноги, сняв обувь. А для чего? Екатерина, должны же быть какие-то секреты. Вы сейчас все поймете. Снимайте свою обувь, одевайте пакеты на ноги. Неужели, Тарас, ты считаешь, что целлофановый пакет может быть прекрасной альтернативой домашним тапочкам? Вот эти вот тапочки, которые я держу в руках, это тапки из синтетического материала. Ты понимаешь, что они перекрывают доступ воздуха, нога не дышит, и, соответственно, это способствует чрезмерной потливости и, как следствие, нарушению нормального кровотока, которое происходит у нас в ногах. Вот есть тапки, одеваешь нормально, а есть тапочки, одеваешь, и нога, ну, моментально потеет. Вот в этом-то и дело. Представьте, что вы приходите домой, и вместо комфортной обуви, вот почему, Катя, я вас попросил, вы одеваете не замечательные там тапочки из натуральных материалов, а одеваете просто два полиэтиленовых пакета и ходите в них на протяжении всего вечера. Кто-то скажет, вы утрируете, но ноги будут абсолютно мокрые. Тем более, когда у нас отопительный сезон, нога моментально потеет, и это ни к чему хорошему не приведет. Катя, спасибо вам огромное. Пусть этот пример запомнится вам и нашим уважаемым зрителям. Внимайте, пожалуйста, одевайте нормальную обувь. Да, и обращайте внимание в первую очередь на материал, из которого тапочки произведены. Вот если разбираться, вот глобально, мы покупаем синтетические тапки и покупаем натуральные. Разница в цене, вот для примера, синтетические, навороченные, со всякими там цветуёчками и тому подобными вещами, какие-то бахромой, они стоят ну 30-35 гривен. Нормальные тапки, 100% хлопок, обойдутся в 45 гривен. Мне кажется, что это не та разница, ради которой стоит экономить. Поэтому, друзья, натуральность тканей, из которых произведены тапки, превыше всего на первом месте. Понимаешь, что синтетические тапочки не очень пример показательный. Какие же выбрать материалы для тапочек? Смотри, великолепный материал для тапочек – это натуральная шерсть. Да, вот, к примеру, шерстяные тапочки. Они дополнительно ещё способствуют избавлению от всяких неприятностей, способствуют избавлению от боли в суставах, препятствуют возникновению простудных заболеваний. И данные тапки являются очень удобной и правильной обувью для вот холодной зимней поры. Хлопковые, обыкновенные, самые простые тапочки прекрасно будут служить вам, и в них нога не будет потеть, поскольку материал натуральный, будет идти циркуляция воздуха, и вот эти вот грибки и проблемы не будут возникать. О материале тапочек вы можете легко узнать на этикетке. Если тапочки нормальные, качественные, хорошего производителя, то там материал будет указан обязательно. Кроме таких материалов, как шерсть, хлопок, это может быть бамбуковые тапочки, да, тоже прекрасно. Из натуральной кожи тапки, они также великолепно могут долго вам достаточно прослужить. И как вообще правильно ухаживать за тапками, я сегодня запланировал вам рассказать. Это очень просто, но давайте обо всем по порядку. Слушай, я недавно удивительный факт узнала о тапочках. В Лондоне разработали тапочки с настилом из знаменитой травы лондонских газонов. Представляешь? Легендарные. В каждом тапочке не менее 5000 травинок, которые естественным образом как-то растут. И если за этими тапочками правильно ухаживать и, простите, регулярно их поливать, то они могут несколько месяцев доставлять удовольствие хозяину. Почему это хорошо? Потому что ты постоянно соприкасаешься с натуральным материалом, как будто бы ходишь по газону. Представляешь? Итак, насколько важно выбирать правильные материалы, лучше натуральные для тапочек, разобрались. Следующий шаг – подошва. Следующий критерий – это подошва. Вот на этих же тапках я хотел бы тебе показать. Подошва, она вот из полиуретана у нас. Здесь полиуретан, он тоже бывает разного качества. Он достаточно жесткий. Вот она практически не гнется. Достаточно тяжело это сделать. Как на колодках ходить. Стопа у нас должна сгибаться. Если вот не сгибается нога, механика ходьбы нарушается. И это как раз вот может привести к плоскостопию. Но самое страшное – эта подошва очень и очень скользит. Я предлагаю сейчас провести небольшой эксперимент. Я раззуваюсь и одеваю тапки с аналогичной подошвой, только мужские. Мы сейчас с тобой будем замерять тормозной путь тапок с полиуретановой и резиновой подошвой. Вот они, тапочки. Очень жесткая, практически не гнущаяся полиуретановая подошва. Итак, внимание. Надь, вот тебе рулетка. Будешь замерять тормозной путь. Так. Я в тапочках еще таких экспериментов не проводил. Я стартую от этого столика к тебе. Итак, внимание. Вот у меня полиуретановые тапочки. Мне звонит друг. И я бегу к телефону. И так, смотри. И буквально... Надя, скорей! Не порвись, я тебя умоляю! Скорей, Надя! У меня дети, Надя! Вставай! И тормозной путь тапки разъезжаются на... Ого, какой у тебя длинный тормозной путь. Метр пятьдесят! Метр пятьдесят! Наденька, спасибо тебе огромное. Я меняю тапки. Вот у нас тапки как раз с резиновой подошвой. Со специальной такой микропорой. И вот в данном случае, мне кажется, что эти тапки не должны скользить вообще. Докажи. Сейчас, ты же знаешь, что легко. Итак, внимание. Давай. Бегу. Раз, два, три. Хоп! Хоп! Но они вообще не скользят. Тарас, ты лишил меня удовольствия измерять твой тормозной путь. Но они вообще не скользят. Здорово. Должна быть подошва у вас и с микропорой, или резиновая. И старая добрая резина, которая встречалась абсолютно раньше на всех тапочках. И все было хорошо. Несмотря на то, что подошва толстая, да? Да. Но она прекрасно гнется. Посмотрите на этот носок. Давай, Тарас, я полюбуюсь тапками и погну подошву. А ты пока обуешься. Я, конечно, понимаю, что у меня теплые полы, Тома. Ну, обуйся, ради бога. Сгибается в области носка. А вот здесь, где пяточка, достаточно уже устойчивая. Все, что ты говоришь, так и должно быть. Хотел бы рассказать еще один интересный факт о тапках с резиновой подошвой. Недавно 43-летний британец благодаря этим тапочкам с резиновой подошвой избежал смерти. Как это? Вот так. Был сильный ливень, гроза, молния и так далее. Он берет зонтик и прямо в тапочках выбегает спасти свою собаку. Происходит нечто невероятное. Он даже не понял, что произошло. У него было ощущение, что молния попала в дом. Но когда вышла его супруга и посмотрела на него со стороны, она поняла уже потом со временем, что молния попала непосредственно в зонт, который он держал. Но благодаря тому, что тапочки были с резиновой подошвой, они послужили как заземление в данном варианте и спасли британца от гибели. Еще один повод приобретать тапочки с резиновой подошвой. А форма тапочек имеет значение? Я имею в виду те тапки, которые Катя выбрала для мамы. Конечно же, форма очень важна. Это еще одна ошибка, которую допустила, к сожалению, наша героиня. Я предлагаю сейчас послушать рекомендации доктора-ортопеда, который и расскажет, какой должна быть обувь как раз для пожилых людей. Давай посмотрим. Для пожилых людей больше всего подойдет обувь с натуральных материалов, в том числе шерсть. Плюс в том, что она имеет хороший согревающий эффект, то есть согревает ноги. Если ноги постоянно пребывают в тепле, предотвращают воспаление суставов и разнообразных заболеваний. Задник, это касается всей обуви. Они должны быть, скажем так, жесткий задник и, возможно, небольшой каблучок для лучшей устойчивой ходьбы. Какие тапочки теперь изучим? Давай вот эти вот с пушком. А, которые Катя для себя выбрала. Модные. Откровенно говоря, у меня тоже есть подобные тапочки. Очень уж красиво в них. И каблучок маленький способствует походочке. Смотри, они попахивают и пованивают. И не потому, что их кто-то носил, а потому, что изначально здесь использован клей, и этот клей видно. Всевозможные клеи, они способствуют развитию аллергии. И, на самом деле, очень быстро отваливается подошва. Я сейчас готов тебе продемонстрировать, насколько качественно склеены эти тапки. Посмотри. Достаточно легко их можно разобрать на компоненты. Они, по сути, не прошиты. Вот, вот что получается. Получилась удочка. Обрати внимание на то, что швы, когда вы убираете тапки, они должны быть ровными. И, по сути, обязательно швы вот в тапочках должны быть прошиты. Я тебе покажу идеально прошитые тапки. Вот здесь у меня есть кожаные. Посмотри. Вот на этом образце четко видно, как это должно быть. То есть не проклеены, а прошиты. Тогда нету клея этого с всевозможными формальдегидами. И в то же время это надежное соединение. Тапки не будут рваться и расходиться. Как-то хочется немножко оправдать домашнюю обувь на каблучке. Есть ли вообще какая-то разница между мужскими и женскими тапочками или домашней обувью? На самом деле разница существует. И по этому вопросу давай мы с тобой обратимся к специалисту. За счет того, что у женщины немножко уже задний отдел стопы по сравнению с передним отделом, поэтому им более удобно в обуви, которые имеют небольшой каблучок, и, ну, скажем так, который расширяет задний отдел стопы, дополнительную устойчивость и, в принципе, комфорт при ходьбе. Вот спасибо врачу-ортопеду за то, что намекнул, что женщинам вполне можно выбирать домашнюю обувь на небольшом каблуке, но с учетом всех тех рекомендаций, которые ты дал, должна быть качественная обувь. Да. Смотри, вот совсем маленький каблучок, здесь буквально полсантиметра, но он все-таки присутствует. Можно там до двух-трех сантиметров. Главное, чтобы каблук был широким и устойчивым. Это снимает нагрузку с позвоночника, и вам будет гораздо комфортнее в такой домашней обуви. Следующие тапки, самые симпатичные из всех, которые Катя выбрала. Это тапочки для ребенка, хотя и девушки такие тапки тоже любят. Мои ребята тоже любят такие тапки, но после консультации со специалистами мы от них отказались. Подошва, смотри, она объемная и мягкая, и она не фиксирует стопу детскую на полу. То есть фиксации нет, значит, такие тапочки, мы не можем их применять. Вот у меня парни по квартире бегают туда-сюда. Я представляю, если бы были такие тапки, это постоянное падение, не дай бог, какие-то вывихи. Я предлагаю сейчас послушать, что же скажет специалист. Да. Мягкие тапочки, они не рекомендованы ни в каком возрасте, особенно это, если касается детского возраста, когда организм растет, когда ребенок начинает ходить, и формировается полностью свод стопы, высота свода стопы, и ходьба в таких вот мягких, проваливающихся тапочках, она может, в принципе, провоцировать всякие нарушения или отставания в развитии этого свода стопы. За счет того, что они неудобные, небольшие, необходимо поднимать выше стопу во время ходьбы, во время шага выполнения. Поэтому может быть какая-то такая качающаяся походка, походка в виде, там, мутинная походка. Какие же детские тапочки рекомендуют специалисты и ты, Тарас? Смотри, Наденька, ну вот такой вариант прекрасный. Детскую обувь стоит выбирать в первую очередь в соответствии с возрастом малыша. Это также важно. И опять же, давайте посмотрим на экран и увидим, что скажет специалист. Значит, детям с года до двух, это тот период, когда ребенок начинает ходить, и для того, чтобы стопа не заваливалась к наружу, рекомендована обувь с жестким задничком в виде ботиночек. И ребенок жестко, уверенно становится на пол, вот, и таким образом вырабатывает правильный стереотип ходьбы. Для детям с двух до пяти лет, когда они уже начинают более-менее активно бегать, перемещаться, в данном возрасте уже можно применять там тапочки с хлясь, передним хлястиком, который там на липучке или на застежке, но обязательно задник должен быть жесткий, держать стопу в правильном положении. И очень важно, стелька должна подходить так же, как и сам тапок, строго по размеру, допускается всего каких-то полсантиметра вокруг детской ножки, чтобы ножка не ездила. Фиксация для маленького ребенка это самый главный момент. Наденька, давай с тобой рассмотрим последние тапочки, которые выбрала наша героиня, тапки резиновые, обыкновенные. Ну, мне как раз показалось, что тут Катенька погорячилась. Можно было бы для любимого что-нибудь повнушительное. Надя, это прекрасный выбор. Великолепные тапочки для мужчины. Вот эти тапочки? Обыкновенная резина, по сути. В таких тапках, смотри, ножки хорошо проветриваются, не потеют. От холодного пола есть защита в виде подошвы. В них не задерживаются поры грибка. Если, ребят, вам холодно, просто одевайте носочек обыкновенный, да, какой-нибудь натуральный, и все. Тапок легко можно помыть. Он очень легок. Это очень важно. Поэтому лучше вот такие вот тапки. А это подходит каждому мужчине, а в особенности тем мужчинам, у которых повышенная потливость ног. Кстати, иногда мы покупаем тапки для гостей. Ну, чтобы когда придут друзья или просто гости, да, предложить им домашнюю обувь. Наверное, вот этот вариант самый лучший, потому что понятно, что можно каждый раз их быстренько помыть, и все. Ты права. Конечно же, это вариант идеальный для встречи гостей. Помыли, протерли, и как бы все. Как правильно ухаживать за домашней обувью, чтобы она не причиняла нам вреда и служила долго? У каждого тапочки должны быть индивидуальными. Мы носим тапочки. Какие-то кусочки отмершие кожи, возможно, какие-то развивающиеся уже бактерии. Ну, всякое бывает. Микробы, пот, грязь. Ну, понемножку это все-таки встречается. Все в ваших тапках. Это, как мы и говорили, может привести к грибку. Поэтому тапки должны быть индивидуальные, и все тапочки раз в неделю должны стираться, друзья. В течение недели периодически нужно подсушивать на батарее, да? Если вы купили тапки, которые невозможно постирать, вы проделываете следующее. Берете вот такой вот пакет полиэтиленовый, берете тапочек, ватный диск промахиваем хорошо уксусом, кладем внутрь, закрываем вот так вот и туго завязываем, и оставляем где-нибудь на сутки. После этой процедуры хорошенечко проветриваем на балконе, приносим на здоровье. И менять тапки не реже, чем раз в 4 месяца. Тарас, спасибо тебе огромное, Катенька, спасибо вам за помощь. Тапочки теперь будут на радость всем членам семьи. Теперь улучшить свою жизнь с помощью наших советов еще проще. Нажимай подписаться и узнавай из первых уст мои рекомендации.